Ортоплевры, самые большие членистоногие, вот они как раз были в карбоне, это все клипы про каменно-угольный период. Ортоплевры были в конце карбона и были в Нижнем Перми, то есть в начале Пермского периода, в общем примерно 314 миллионов лет назад они возникли. Это самые крупные из известных сухопутных беспозвоночных. Основное объяснение, почему были гигантские насекомые и гигантские членистоногие в этот период, это то, что было высокое содержание кислорода в атмосферном воздухе, что делало трахейную дыхательную систему насекомых более эффективной. У насекомых трахейное дыхание, за счет чего они как раз все время маленькие. Кислорода было много, поэтому они могли вентилировать огромные тела трахеями, и в частности ортоплевра была вообще гигантская. Кроме того, всевозможные хордовые, они тоже были сравнительно небольшие, и как правило считается, что они не были хищниками. Хотя обычно вот же земноводные едят как раз насекомых, я предполагаю, что все-таки насекомых ели. Ну в общем не было так много хищников, было проще убегать от хищника. Были одни земноводные только. Из позвоночных. Ну и связывают вымирание гигантских чернистоногих в начале пермского периода, именно с снижением содержания кислорода в атмосфере. Плоское тело она имела, 30 пар ног, это многоножка, и длина тела до 2,5 метров. То есть она была больше человека, ортоплевра. Масса доходила до 50 килограмм. Вот, это чернистоногая, в это время были насекомые гигантские, стрекоза меганевра, была 70 сантиметров, то есть примерно в половину человеческого роста была стрекоза. Также были летающие тараканы, тараканов очень много в каменноугольном периоде, в остатках прям доминировали. Тараканы доходили до 30 сантиметров, то есть половина руки. То есть вот теперешний таракан это примерно сантиметров 5, а этот был 36 раз больше теперешнего таракана, огромный короче. Но надеюсь, что все-таки земноводные их ели. Чем питались, собственно, вот эти многоножки, гигантские ортоплевры, пока непонятно точно, потому что у них рот не сохранился. Предполагают, что не было челюстей, вот их остатки-то много нашли, а ни у одной рот не обнаружили. Если бы рот обнаружили, то хотя бы ученые примерно по строению ротовой полости бы определили, чем питалось. Однако в кишечнике у них находили споры папоротников, фрагменты вот этих плавнов огромных, о которых я только что рассказывал. Следовательно, растительноядные они были. Предполагаю, что когда они были маленькие, они были растительноядные, то есть вот когда они еще были не 2,5 метра, а полметра молодые, а большие ели, конечно, и мелких животных. То есть вот такая большая, конечно, могла съесть какого-нибудь тритона или какую-нибудь раннюю ящерицу каменно-угольного периода, спокойно, конечно. Дело в том, что растительное питание, оно большие объемы требует, то есть вот эта ортоплевра, средненькая такая, двухметровая, она должна была съедать тонну растительности в год, чтобы поддерживать вот такой большой размер свой, двухметровый. То есть они, если ели растения, то ели их много. Скорее всего, они ели и растения, и животных. Растения они ели именно те, что тогда были, то есть плавны и папоротники. Но плавны и папоротники были гигантские, и целые леса из них стояли. Обнаружены помимо их многочисленных остатков, этих щитов и так далее, ножек всяческих, обнаружены их следы, то есть оконемевшие следы этих ортоплевр. В принципе, они по всей земле тоже обнаружены, как вот и коломиты, это самое такое типичное животное, болот, которые почти всю землю покрывали. Они обнаружены по всей Европе, по Северной Америке и так далее. Ну, киношникам всяким нравятся ортоплевры. Они их втыкают во всякие сериалы про древние времена, про палеозой, даже воткнули в сериал «Портал юрского периода». Но в портале юрского периода она еще больше, чем 2,5 метра, и якобы она ядовитая, никаких нет доказательств, что могут многоножки вообще быть ядовитыми, и ортоплевры в особенности. Это явно не пауки. Кроме того, их в юрском периоде не было. Гигантские членистоногие были раньше, чем гигантские рептилии. Вот у нас на Земле сначала был период гигантских членистоногих, а потом произошел ряд вымираний, о которых я еще расскажу, и потом уже, да, были динозавры. Вот динозавры не видели таких больших многоножек. В компьютерных играх они есть, ну и в общем довольно такое колоритное животное палеозойской эры. Спасибо.